24 сентября сразу два спектакля смогли увидеть десногорские любители театрального искусства. Первыми на подмостках концертного зала Центра культуры и молодежной политики увидели любимых мультяшных героев юные жители города. Их вниманию был представлен семейный спектакль «Необычайные приключения кота Леопольда». А уже вечером насладиться взрослой комедией смогли и зрители постарше. Спектакль «Корпоратив» – это история о четырех мужчинах, занятых подготовкой офиса к празднованию 8 марта. В ожидании прекрасной половины коллектива они пьют, шутят и, конечно, говорят о важном – о женщинах. Сильные мужчины, чья мужественность в обычной жизни мешает проявлению чувственности, за разговорами лишаются привычной сдержанности, открываются и сбрасывают маски. Оказывается, что у каждого из них своя непростая история о взаимоотношениях со вторыми половинками. Я думаю, что это жизненная такая история, где совершенно абсолютно разные люди, пять таких психотипов, которые на улице ходят среди нас, и у каждого своя проблема, своя боль, которая так или иначе отражается в их поведении, в их историях и передается эмпатически зрителю, который воспринимает это как настоящую живую историю и где-то видит себя. В шутках попытка героев справиться с глыбой непонимания, но не только к ним, со стороны женщин. Куда тяжелее их собственная неспособность проникнуть в мир желаний противоположного пола. Единственная женская роль уборщица тетя Шура как ориентир в эмоциональном тупике мужских сердец. Ее история – это женский взгляд и женская правда. Через нее замкнутые на своих проблемах мужчины могут, наконец, услышать женскую сторону и понять, чего же все-таки им нужно. История, вообще, корпоратив – это откровение, это мужская исповедь. И, возможно, многих о том, о чем шла речь в этом спектакле, это, возможно, кослось многих семей. Люди не боятся в этом признаться, люди открыто на это реагируют, люди аплодируют, люди смеются, они вспоминают свои какие-то жизненные ситуации. И вот это и есть взаимосвязь, это великолепная творческая энергия между актерами и зрителями. Десногорцы смогли увидеть спектакль благодаря общественной организации «Совет женщин города Десногорска». Разработав социальную программу «Культурный интенсив», организация вошла в число победителей конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в 2021 году субсидий из областного бюджета. Прошедшие спектакли были представлены за счет средств субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, направленных на развитие гражданского общества, представленный в 2021 году. В рамках программы «Культурный интенсив» состоялась одна поездка в Камерный театр, где были дети и взрослые. Вот второй приезд с мини-гастролями Смоленского Камерного театра к нам в Десногорск. 3 октября мы едем в художественную галерею. Опять это поездка для семьи с детьми. А после художественной галереи мы организуем мастер-класс, который нам будет преподавать смоленский художник. Спектакль «Корпоратив» поставил заслуженный артист России Игорь Голубев. В его основе ироничная пьеса московского драматурга Алексея Щеглова с одноименным названием. Комедия о мужском покаянии не отпускает смоленских зрителей уже несколько сезонов. Неравнодушными к постановке остались и жители Десногорска. Я вообще-то иногда бываю в театре, в Камерном тоже, в Смоленске. А этот спектакль я не видела и замечательный. Просто настроение подняли всем. И город наш не так часто балует такими спектаклями. Мы очень благодарны. Вечный конфликт полов. Непрекращающиеся поиски ответа на вопрос, возможен ли компромисс. Ответ на него каждому придется дать самому. И он точно не будет простым. Ксения Ложкова, Виталий Степанов, Десна ТВ.